Девушки отдыхают Здравствуйте, меня зовут Судин Александр Александрович Я осужден к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима Я, наверное, из тех людей, кто попал в эти стены по воле злого случая Однако же, несмотря на это, я отдаю отчет себе в том Что именно мои необдуманные действия привели к тому, что я сейчас нахожусь здесь Власов Казанцев Ступин Борис Владиславович Меня зовут Ступин Борис Владиславович Мне 39 лет Наверное, мои поступки, возможно, неудачные стечения обстоятельств Прилит к тому, что я нахожусь в колонии Татаринцы Антон Владимирович Паученко Сергей Александрович Я Паученко Сергей Александрович Мой срок 5 лет 6 месяцев Общего режима Мне 20 лет За не 20 лет я сделал энное количество беззаконных дел, деяний, преступных За что я угодил места лишения свободы В местах лишения свободы люди, они проявляются совсем в другом ракурсе, так сказать Я буду режиссер Литых Этот репортаж особенно интересен Здравствуйте, это телекомпания ИКДА Будет день, будет пища Вы согласны сниматься в этот сериал? Или не согласны сниматься? Давай Парни, ничего молчишь Ты-то все А как легко забыть, не сделать, опоздать Халатно отнестись, проигнорировать и потерять А поздно рассмотреть все варианты И противоречить своей совести Попробовать себя хоть как-то оправдать Но это превозможное Нужно быть сильным и заново свой сыпаносный путь начать И посвятить его самым любимым и самым близким И что вы, серьезно у вас? Приближаются выпускные школы различных Как на свободе, так и у нас, соответственно, есть своя школа Вы продолжайте, продолжайте, пацаны, вы что в самом деле? Лоточка влюбит В пусте не стоит Не-не-не, спасибо, я справлюсь Нормально Сергей Каждый день пока ставь там А потом уже пробежемся по интервьюшкам Там мы поставим Ну, как обычно Чем отличается освещение репетиций от освещения собственных концертов С концертом все намного проще На концерт мы приходим И, в общем-то, просто ограничиваем себя тем, что снимаем происходящее Интервьюируем участников этого события А сейчас эта съемка куда более интересная Потому что это, опять же, рабочие моменты Рабочие моменты снимать всегда интереснее А теперь осталось самое мало Найти себя, свое место в жизни Борис, а где это? С кого? А? Я не думаю Ты не взял это? Опять же, забыли несколько приспособлений Для камеры, для ее крепления на стационарную треногу Ладно, я так с руки начинал, да? Давай, Павел Сколько исток на наше дорог И сколько предстоит еще пройти Абаха стал писать у вас неплохие текста Ну, лирически Правильно Да, правильно Теперь нам нужен ты, короче, и Сашка, и Медей Давай расположимся на первых рядах Немножко прервемся просто, возьмем интервью, и все Спасибо Давайте пока это, придем со мной Мы с ним, да, уйдем, ребята А здравствуйте, это телекомпания ИК-2 И сейчас мы находимся в клубе нашего учреждения Где вовсю идет подготовка к завтрашнему Послезавтра Держи микрофон, так разверни Да? Конечно Опять, опять что ли у меня? Постоянно я на этом Давай, давай перезапишем Делаем дубль, короче Раз, два, три, погнали Поехали И расскажите нам, пожалуйста, поподробнее о вашем новом хите Как он, простите, называется? Перекресток жизни Перекресток жизни Очень замечательная лирическая песня, мне понравилась Расскажите нам, пожалуйста А песня или я подготовка к концерту? Да давайте начнем, пожалуйста, подготовки к концерту Меня переполняют эмоции от увиденного на сцене Поэтому я маленько путаюсь в мыслях, так что вы не удивляйтесь В общем, справляется Просто Молодость, наверное, увлекается Саня, слышишь что? Саня, ты спроси еще, учится ли он в школе И когда у него выпускной Я уже заканчиваюсь Нет, ты спроси у него И потом спроси, что бы он мог пожелать Ученикам, которые вот выпускают Если у нас, пусть возникают с ним какие-то сложности Касаемо работы, это все В основном по вопросам По вопросам интервью Так, тормози, я тут режиссер или ты? В конце концов Ты посмотри, как снимал Ставим нормально, не ставим Вот, видишь, ты что снимаешь, интересно Надпись выпускной Да, почему бы и нет А потом можно вставить видеоролик, правильно? Это же репетиция так На концерт Когда снимаешь, не надо ничего говорить Потому что пишется звук Не только Той тоже Ну, кстати, вот сразу видно Когда ты снимаешь со штатива И когда ты снимаешь вот так вот с руки Я даже не могу сразу сказать, как лучше В принципе, так тоже есть какие-то свои плюсы Наши репортажи основной уклон Как бы не то, что люди делают А сами люди К мнению старших Тем более такого человека Умудренного опытом, как Борис Я предпочитаю прислушиваться А потом уже для себя делаю выводы В принципе Прав он был в чем-то Или же где-то палку перегнул Ух ты, это что такое? Я не знаю Это уже свет по ходу По ходу выясняется То, что все-таки Его критика была справедлива Для того, чтобы в дальнейшем Мы эти ошибки не делали Это нормально В принципе Странно виднее Кто бы говорил Говорит, коллегия Она освещает события колонии Так же, в принципе, как и мы То есть единственным различием То, что это печатные издания А мы как бы телевизионщики Но особенность наша в том То, что мы все взаимозаменяемы Это коронная фраза такая у тебя? Слушай Слушай, слушай, слушай На носу у нас 4 июля День рождения нашей колонии Надо что-нибудь Я-то во всяком случае пишу Ну а мы снимаем Нам нужно сделать что-то особенное Так сказать, подарок Нашей замечательной колонии Там исторический муж какой-нибудь Документальный не побоюсь этого слова Что-нибудь такое Соответственно, озвучить его надо Будет какая-то история История становления колонии Борис что-нибудь найдет В общем-то особо изыскивать нечего Кто-то напишет текст хороший Всякие фотографии вот эти Знаешь, у нас же такие Ну, знаменитости Зарубежные гости приезжали Сама идея какая? То есть мы снимаем как ролик Это несколько минут Да, типа клип Или мы будем снимать уже Ну, типа фильм Там, час Короткий видеоочерк На 10, 15, 20 Не более того В общем, ура! У нас есть идея Для начала мы, наверное, Получим разрешение Или согласуем этот вопрос Главное, теперь мы знаем В каком направлении нам двигаться Это уже радует Здравствуйте, Юрий Владимирович Здравствуйте, Юрий Владимирович Здравствуйте, Юрий Владимирович Здравствуйте У нас есть предложение По вопросу дня рождения колонии То есть сделать, так сказать Некоторую роль исторического содержания Из чего? Из архива Из архива, как бы То есть есть старая запись Как строилось, создавалось Там, достраивались бараки Появлялись ботанические сады Да, да То есть отдельно производство Отдельно, значит, мероприятие Которые проводили, да То есть все будет у вас? Да Ну давайте начнем, наверное, с сценарием То есть напишите Да, конечно Можем сделать черновой вариант Посмотреть потом Просто, ну, давайте, блин, сколько времени День, два Постараемся зайти Сложно сказать, посмотрим Да, нормально Но дело в том, что у вас не забывайте Куча-куча работы Прежде всего У нас хотели снять Патрый сервис и сюжет Это мы сегодня закончим Обязательно Это без утрела от производства все будет Хорошо До свидания До свидания Никто не от меня в текущей результате То есть Видеосемка По отрядам По объектам Какой там счет Не видишь? Бородный аграр Да? Да В настоящий момент Мы идем в автогарад Проблема основная в том Потому что я там, если честно Ни разу не был И в чем дело И для меня Этот репортаж Особенно интересен Мне бы на начале Прийти Вот на место Там вот Разобраться Короче Въехать Въехать, так скажем В движуху Может быть Они покажут нам чудеса Тюнинга Ну в принципе Не впервые Разберемся Все, встанем в его рот Как бы Я сейчас сниму Ты скажешь Ну стандартный ролик Да Телекомпания И когда мы находимся Прямо у бража Ты иди нас Я вообще делов не знаю О, давай Вставай на фоне машины Угу Сейчас Предварительно К моему фон отличный Видение Фон вообще что Ну что, готов? Да Раз, два, три Погнали Здравствуйте Это телекомпания ИК-2 И сейчас мы находимся В колонийском гараже Мы как Как видите Здесь уже вовсю кипит работа И сейчас мы познакомим вас С деятельностью гаража Так Снято это Поехали Так Что, пацаны Есть у кого-нибудь желание-то пообщаться? Нет У тебя нету А есть у кого-нибудь желание, пацаны? Интервью для нашего кабельного телевидения Я, конечно, вижу, что все погружены в работу Но тем не менее Не, ну я говорил, что тут по-любому тработяги Это такой народ не расположен к общению Вообще нисколько Конечно, нафига там Разочарование полное Все, как я предполагал В принципе Если вы, конечно, не возражаете Нам нужно только ваше согласие Ну так, как мы первый раз вообще ходили в автосервис Снимать в автосервис Я думаю, первый, блин, всегда кома Я думаю так Как вас зовут? Это до звука Я когда смотрю на эти лица Я так подозреваю Их не только другой мир Но и свое Временное измерение Для нас это не самый удачный день Александр, привет Здорово Он работал в промзоне И то есть довольно долгое время И он общался Довольно тесно С работниками Не отвлекаем тебя Ну, относительно Чем занят? Что-то случилось? Да я, как обычно Ну пока нет Пока нет В общем Мы сегодня Чуточку облажались, так скажем Это бывает Поехали Здравствуйте Представьтесь, пожалуйста Как вас зовут? Стас И первый наш вопрос Как долго вы занимаетесь Этим ремеслом? Подожди, стоп Ты вопросов ему не задал Я не заснял уже А, ты не заснял Что ты будешь делать? Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Стас Как давно вы работаете? Мы привыкли к чему? Мы привыкли к тому, что мы приходим на объект Мы цепляем буквально первого попавшегося человека И он нам сам все показывает Рассказывает Нам не нужно даже ему толком никаких вопросов задавать Как долго ты вообще занимаешься ремонтом автомобилей? У тебя такие способности, я так понимаю Со свободы или здесь научили? Да, со свободы Вот, вот, давай начнемся Вот это и ответишь, как бы Это все, что нужно, в принципе Люди просто не хотели отрываться от своей работы Они же как бы утнулись в двигатель На нас вообще не реагируют Потому что у каждого цеха, у каждого объекта есть свой план Вот их ночная смена доделывает то, что не успела доделать дневная смена Просто некогда отойти от этой машины Они должны завтра с утра сдать Потому что это план Это режимное учреждение В принципе, все, как я предполагал Люди своего дела И не до разговоров Что-либо еще здесь узнать Это, полагая, возможно, не представляется Куда они все попрятались-то? Черт, бери А кого во сколько пришли? В час ночи? Да нет, что-то после пяти После пяти, но обычно Естественно, они пришли туда после пяти То есть, ну, там уже нечего делать Он кошку может снять, в конце концов Вся промзона двигается В одно и то же время там обед, да Какие-то режимные мероприятия Они все равно соблюдаются Самое нормальное идти вот после часа То есть, с 12 до часа промка обеда В час туда пришли Они как раз вроде еще и не чумазые Не в этом мазуте То есть, имеют более или менее человеческий вид И с другой стороны Они как бы все в сборе получаются Здесь же сидят и люди Именно по таким статьям, как угон Перебивка номеров и так далее То есть, это люди, которые действительно могут Сделать из «Жигулей» Волгу Причем подручными материалами То есть, эти умельцы есть Хорошо, но а если подтягивать конкретно мастеров Которые они... Их найти бы еще Так они после часа-то они по-любому Хорошо, с этим мы решили Они заинтересованы там Именно в том, чтобы, так скажем, распиарить Именно собственный цех Чтобы к ним кто-то еще вышел на работу То есть, может, кто-то что-то умеет В принципе, идея вот с таким стимулом Хорошая, опять же Но надо что-то, опять же, еще Хотите, я могу с вами сходить То есть, все равно как бы старые знакомства остались Ну, сам знаешь, загадывать планы Завтра будет виднее, но мы будем очень рады Если ты в этом во всем поучаствуешь с нами Завтра, с учетом полученных сегодня советов Мы сможем, думаю, снять полноценный репортаж Сколько уже отбываешь? О, четвертый год Что, не подгониваешь? Это сомн У меня первые два года было такое После второго, там, уже как-то забываешь Если честно Нет, это тоже первые два года как-то тяжело было Сейчас уже как-то так Ты привыкаешь Ты привыкаешь То есть появляется вот это Бубинное чувство Будто всю жизнь так было Будто ты в тюрьме родился А через три года ты начинаешь уставать Ну, когда здесь половинка подходит Ты начинаешь уставать А потом все ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, мамуль, привет! Так, так, подожди Так, я звоню, чтобы, во-первых, тебя поздравить с днем рождения Во-вторых, чтобы тебе в этот замечательный день пожелать Много здоровья, счастья, удача во всех твоих делах Много-много улыбок Улыбайся, тебе это очень идет И много-много цветов Ну, видишь, как хорошо, когда все это получается, да? Не надо сюда приходить, ты что? Вот тебе делать нечего, в день твоего рождения Ты еще по тюрьмам не ходила Не вздумай Давай, вот, иди там с тетей Римой Или куда ты там собралась А не посмотрим, а так и делай Все Все, гражданченко закончил Можем идти Сегодняшний день похож на вчерашний А вчерашний и предыдущий Однообразишь? Ну, типа того Не без этого? Да Все равно меня что-то сегодня из калии очень выбило Вроде фигня Вот обычно, если что-то случается Это приходишь домой, садишься И уже как-то уже в другом маленькой измерении С тобой вот вроде поговоришь с ним, вот еще как-то Выводишь из этого ступора Сегодня что-то нифига вообще Ты что, тебя тоже накрываешь по этому поводу? Ну, постоянно вечером накрывают Да не, я не об этом Я говорю, вот, загорашивает Ну, и за него тоже Для самого себя то, что Как так, вот какая-то фигня ты не сделал Значит, ты не можешь Ты проиграл, чувак Ты беспонтово И что, страшно? Согласен Да Ладно, что у нас там? Ладно, будет день, будет пища Конечно Субтитры сделал DimaTorzok Развода нет, я мэр Постоять посредь пятакавля А, вниз АС-3, вон, строится Смотри, сколько гордости в этих лиц Для них для пятерых играет духовой оркестр Ура, ура, ура Ну вот, собственно, и все Проводили людей на работу Мы идем снимать в гараж У нас был неудачный выход вчера Сегодня мы повторим Мы просто, можно сказать, возьмем его штурмом В разговорах между собой есть о чем поговорить Когда начинается работа на камеру Многие люди теряются И перестают разговаривать Ну и думаю, наберем очень много интересного материала Для того, чтобы сделать оригинальный И очень хороший репортаж Да? Ага Раз, два, три, четыре Поехали Здравствуйте, телекомпания ЭКО-2 И сегодня мы проведем для вас экскурсию в наш гараж Пойдемте посмотрим Просто вкратце С кем работает, что делает Какая тебе разница? Вопросы покороче формулирую Этого Ваня успевает забыть начало вопроса А мы переходим к нашему Вася, ты просто молодец Давай походим, что у нас здесь А давай Мы заходим туда И вот он там он находится Мы к нему зайдем Сейчас у Ваня спросим А где бы нам найти мастера? Он мне скажет, дащите его И мы идем туда Ваня, ходи сюда А вот на ловца, как говорится И мастер бежит Допустим, кто он по профессии Там он электрик, да, допустим По легенде даже Пусть будет электрик Могу вас с ним познакомить И все, мы подходим, допустим Мы разговариваем с человеком Александр, подожди Задай еще раз этот вопрос Значит, мы находимся Ты пишешь, да? Не уходи, пожалуйста, далеко Вообще, отлично Отлично Три интервью, думаю, достаточно Более чем Ну и сейчас давай завершающим И выйдем Ладно, до свидания Мы вас будем покидать Это можно будет с самого начала А в ролик вставить Это все, заставки Это телекомпания «Контак» На первый взгляд Это обычная автопастерская А мы сейчас добавим концовку еще Все, опять с вами Закончится, нормально И все Да, я думаю Закрывай Ну, пятый час Ну, это будет день-то пролетело, а? День еще насыщенный День был насыщенный Не, знаешь, что? Вчера был день еще более насыщенный Чем сегодня Но сегодня мы его хотели Хотя бы закончили Таким достойным результатом Хотя бы сегодня Хотя бы сегодня Здравствуйте Это телекомпания «Контак» И мы находимся перед входом в наш гараж И сейчас мы проведем для вас небольшую экскурсию Да, знаешь, я порой думаю На свободе было столько времени И вообще Куда мы его демали? Куда я его демал, действительно Да, оно все делалось это время Можно было столько потратить Как давно вы занимаетесь ремонтом машин Какие вы учились? Еще расскажите о вашем занятии Все, пока Все Сегодня вот ветерок еще, знаешь, подул, короче Вот эти вот документы увидел Потом мы с тобой пошли, короче, к Бори О, Бори окно открыто Вентилятор еще дует Окно открыто Мне вот в лицо ветер, короче, дует Мне навеяло Мне вот июнь месяц Вот мне еще до свободы было Нет, я в окно не смотрю Я вообще когда-то Я к нему тогда захожу Я стараюсь вообще туда не смотреть Там эта телебашня стоит Там этих домов по-настоящему Я вообще туда стараюсь не смотреть Нафиг это оно Мне почему-то июнь месяц Последнего этого, восьмого года Он мне ассоциируется почему-то с машинами То, что вот я еду на такси С работы, короче, домой Там окно открыл, ветер в лицо дует Или вот я вечером там на машине по победе катаюсь Тоже ветер в лицо из открытого окна И вот почему-то у него имя вот это Такое воспоминание особенно яркое А раньше не придавал значения Хрен он знает почему Сейчас буду упасть Я с парнями договаривался Архивы помнишь, я тебе беру посмотреть? Вот, СМИ за ключи провода 16 минут У нас была зеленая комната Или мне показалось? Нет, ну да Ну что, поставим ее И газеты геолог и радио-стуле И кабельные телевидения Далеко не терпали своих возможностей